В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день января с погоды. Осадка в ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью до минус 7, днем до плюс 7. Ночью и утром на дорогах гололедится. Во дворце спорта «Юбилейный» завершился межрегиональный турнир по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухадзе. Сильнейших определяли спортсменов 2010-2015 года в рождении в 24 весовых категориях. За состязаниями наблюдал Ахмат Халкечев. Броски, захваты и удерживание противника. Со стартом состязаний жарко становится не только на ковре, но и на зрительских трибунах. Этот турнир проводится ежегодно. И в этом году намного больше участников, чем в предыдущие годы. И география тоже расширилась. Турнир, в честь нашего именитого наставника Таймураза Бабухаде, воспитавшего не одно поколение чемпионов, собирает юных борцов со всей страны. Состязание организовано по инициативе РКЛАС со спортивной школы номер 5 города Черкеска при поддержке и управлении физической культурой и спорта Республиканской столицы. Дети опыт набираются на таких соревнованиях. У нас сейчас года 2000, 2011, 2012, 2013 и 2014 года, и младшие у нас идут сейчас. Турнир шел два дня. В финальных схватках спортмены боролись за золото состязаний. Несмотря на юный возраст участников, уровень конкуренции крайне высок. Оно и понятно, ведь соревнования собрали свыше 300 юных борцов из более чем 15 регионов России, а также стран СНГ и ближнего зарубежья. Это очень достойный турнир. Мы рады, что мы приняли участие. И мы всегда принимаем такие приглашения и с удовольствием едем. Привезли мы с Крыма 7 человек. У нас уже один чемпион, 3 третьих места и ждем еще финальной схватки. Занимаюсь уже 4 года. Соперники очень опытные были. А в финальном тоже достойный. Набрал, уже набрал силы. Мне было трудно очень. Ну а первую золотую медаль турнира в общую копилку Крачево-Черкесии принес Алим Гогов, выступавший в категории 24 килограмма. Юному спортсмену пришлось провести 4 схватки, чтобы стать чемпионом турнира. Сегодня на соревнованиях, когда ты только вышел на первую схватку, какие расчеты у тебя были? Победить. И сомнений с самого начала не было, что ты окажешься в финале и выиграешь. Как ты думаешь, что тебе помогло выиграть? Три раз, по счету. К концу соревнований наши борцы в общей сложности выиграли 3 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых медалей. Сильнейшими в своих весовых категориях стали Алим Гогов, Назаркиков и Артур Туаршев. Ну а Тимофей Малиночкин и Эмир Ксалов завоевали серебро. Бронзовые медали Урина Табыкова, Рахима Сатемирова, Эльдара Меремкулова, Ансара Кунижева, Давида Григоряна, Нарта Псигунова и Азамата Нахушева. Ахмат Латкичев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает совещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы «Абазинская редакция» в 14.30 в «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.